Так, это не малыш Грогу, это малыш Йода, блин, слился с толпой, зеленый человечек. Всем привет! Вы на канале Калина Красная, и сегодня одна из постоянных рубрик моего канала, который, кстати, давно уже не снимал, Лего против Китая. И мы сравним многочисленные, просто, самые топовые, крутые версии малыша Грогу Китая против единственной версии малыша Грогу Лего. В общем, в чем суть? Мы будем сравнивать вот эту толпу зеленых человечек против вот этого одного маленького малыша, присваивая им баллы. Честно говоря, я даже не знаю, как я это буду делать, потому что их здесь пять, а он всего лишь один, и я всегда сравниваю по аксессуарам, по количеству принтов, по крутости или еще чему-либо, но я не знаю, как сравнивать, это всего лишь одна маленькая фигурка, у нее всего так мало, а тут целая толпа. В общем, наверное, скорее всего, я буду Лего фигурке присуждать баллов как бы 2х, а тут чуть поменьше, но в итоге мы узнаем, либо они сравняются, либо кто-то из них выйдет вперед, и мы подведем итог, чья все-таки версия малыша Грогу из сериала Мандалорица лучше. Что ж, давайте начнем. Итак, прежде чем сравнивать наши мини-фигурки малыша Грогу, ребят, пожалуйста, поддержите, поставьте лайк, напишите комментарии, уже сразу, какая версия вам понравилась, какая нет, и как вы думаете, кто бы выиграл. Так, ну, начнем, как вы уже поняли, мы с самых маленьких версий, скажем так, более каноничных по размеру. Я их вот так поставил на детальку Леговскую, чтобы было лучше их вот так вот держать и сразу всех сравнивать. В общем, ребят, мне реально сложно, я не знаю, как их сравнивать, потому что их тут много, а малыш Грогу Леговский всего лишь один. Вот, но я решил, что сначала мы поиграем на выбывание. Вот, а и на выбывание мы поиграем с вот этими маленькими фигурками, потому что они, ну, в одной весовой категории, скажем так. Что ж, начнем мы с самого малыша Грогу Леговского. Вот, игла у нас резиновая, всего лишь два принта, это у нас на торсике и на глазках. Очень, кстати, он очень миленький, не совсем уж такой плохой. Очень интересная фигурка. Конечно, минус то, что резиновая, на мой взгляд, на мой личный взгляд, потому что все-таки принт с резиной со временем стирается. Вот, очень хороший, удачный принт на торсике. Ну и все, больше ничего. Следующая. Следующая версия, я считаю, сразу забегая вперед, лучше из всех тем, что вот она, руки здесь ниже опущены. Это более правильно, скажем так, в физкультуре тела. Вот, и потом вот как бы капюшон, это отдельная деталька. Это отдельная деталька. Также я могу сказать, что плюс то, что голова у него пластиковая. Единственное, цвет слишком уж и яркий, и салатово-зеленый. Вот, третья версия. Ну, сразу ее давайте отметим, потому что это стандартная у нас, условно говоря, фигурка леговского ребенка с приделанными такими вот ушами. Вот. У нас там, конечно, плюс, что у него есть плащи, но, на мой взгляд, она здесь вообще ни к чему. И там у нас ничего, кроме ошибки печати. Краска лишняя. Вот, и четвертая версия очень интересная. Интересная тем, что голова у нас это слизанный йода с войны клонов. Вот, как видите, они идентичные, только он уменьшенный. И выглядит он как маленький больше гублин. Какой-то урод. В общем, безусловно, на мой взгляд, из всех вот четырех, конечно, выигрывает здесь малыш Грогу Леговский. Вот. Но, конечно, было бы прикольно совместить вот эти две головы. Может быть, я в конце видео это и попробую. Так что смотрите до конца. Итак, пока выиграл Леговский малыш. Дальше. Итак, пока у нас уже вышел малыш Грогу в финал, у нас остались еще, скажем так, две биг-версии малыша Грогу. Вот. Обе они у нас китайские. Обе они мне нравятся по-своему. Вот эта вот очень большая такая с кружкой. Она, скажем так, как просто какая-то коллекционная пластиковая большая фигурка. Вот. Сзади у нее непонятный вот такой вырез. Я не знаю, что это отливка или что это такое. Я, в принципе, уже делал их обзор. В общем, вот такая вот фигурка. И вот самая лучшая, на мой взгляд, китайская версия малыша Грогу. Она уменьше этой, но больше, чем вот эта, конечно. Вот. Ну и, естественно, из этих двух лучше вот эта версия. Выбираем ее. Итак, финал. Остались сегодня две версии Лего против Китая. Вот я и выяснил, чья китайская версия может противостоять Лего. Это вот такие две замечательные фигурки. Ну и давайте здесь уже мы расставим баллы и поймем, у кого больше, у кого их меньше. Итак, ну, начнем мы с Китая. Плюс, конечно, за больший размер. Мне кажется, больше размер лучше, чем меньше. И в то же время, наверное, минус. Давайте поставим один балл за размер. А здесь за размер два балла. Потому что, ну, конечно, если сравнить с фигуркой, вот так, то эта версия у нас, естественно, более такая приближенная, нежели чем эта версия. Хотя, блин, и это тоже похоже. Ладно. Как я уже сказал и решил, Китай у нас один балл, Лего два балла. Вот. Дальше. Дальше я считаю, что то, что здесь голова резиновая, это косяк. А здесь пластиковая, это лучше. Китай у нас один балл. Ой, фуру. Лего у нас один балл, а Китаю два балла за это. Дальше. Дальше. Принтованность. Ну, качество, я скажу, здесь не ужасное, неплохое, хорошее. Сзади у нас ничего нету. Принтованность. Давайте подумаем, балл и тому, и тому. Потому что здесь, ну, для формата фигурки, это лучше, что можно было придумать. А тут и так все и хорошо. Так, подумаем, балл. Ну, и в целом, в целом, за похожесть, за более такую приближенность именно к самой версии, не к масштабу, не к чему-либо, все-таки два балла у нас Китая уходит. И один балл у нас уходит Лего. Что же у меня сегодня с фокусом-то, а? Итак, подводим итог. Итак, с небольшим, с небольшим, но все-таки отрывом в один балл у нас побеждает Китай. Да, я считаю, что в данном случае китайская версия лучше, она более приближенная, она, конечно, по масштабу, это, опять же, вот сравним по масштабу, ну, почти около того, но она лучше, она более приближенная, она более живая смотрится, чем та леговская версия. В общем, Китай выиграл, пацаны молодцы, и напоследок у меня, как я обещал, совмещенная версия Китая с Лего. Вот, я считаю, блин, это прям победа, это прям успех, вот если бы они вот так выпускали, конечно, руки можно подкрасть, а можно, не знаю, что еще сделать, но вот так вот он лучше смотрелся, чем со своей головой, ну, со своим торсиком вот этим обычным Лего Малышовским, скажем так. Прям, слушайте, а если их сравнить двое? Ладно, это может быть другой обзор. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, колокольчик, обязательно пишите комментарии и вступайте в нашу группу ВКонтакте, где мы выкладываем обзоры на Лего и его аналоги. Всем пока!